Привет, дружище! Пролетела очередная неделя. Это значит, что в нашу любимую игру под названием Rust добавили новые скины. И пришло самое время для того, чтобы их посмотреть. Итак, поехали. Магазин скинов. И на этой неделе нам добавляют аж целых 8 скинов. И они сейчас у тебя на экране. Все 8. Так, теперь подробнее рассмотрим все эти скины в игре. Для начала смотрим на Берданочку. Берданка, кстати, достаточно интересно выглядит. Такое чувство. Даже приклад как будто из кусков арматуры был сделан. И нанесено такое вот... Такое изображение волка. Такое чувство, как будто она... Ну, гравировка какая-то, что ли. Что-то такое, в общем. Скин прикольненький. Мне он очень понравился. Интересный скин. Дальше нам добавляют вот такой вот мультяшный Томпсон. Ну, Томпсон... Вот если честно, на него сейчас я смотрю. И такое чувство, как будто он к нам в раз перекочевал... Перекочевал из какой-то игры типа Бордерлендса. Просто как будто нарисованный в комиксном каком-то там мультяшном стиле. Сделан-то Томпсон. Ну, не знаю. Как по мне, он немножко будет ломать атмосферу в игре. Не очень. Томпсон интересно выглядит, вкусно. Да ладно. Так. Едем дальше. Добавляют нам очередной ящик в серию граффити. На этот раз этот ящик для брони. Армор. Ну, здесь все как обычно. Ящик светящийся. Сверху изображена у нас армированная маска. А сбоку написано Armour. Ну, или броня просто. Или как там у вас там... Все это правильно произносится на вашем английском. Так. Едем дальше. Добавляют нам вот такую вот дверку в серию From Hell. Это, кстати, армированная дверь. Кстати, она вверх открывается. А. Я думал почему-то, что дверь... Почему-то... Ну, вот... Так. Нормальная дверь снял, короче. Думал почему-то, что... Должна вот эта вот ячейка открываться вбок. Она здесь почему-то открывается вверх. Не знаю. В общем... Такая дверь. Ну, единственное, конечно, скин здесь такой немножко подразмытый. Сами можете смотреть на изображение. Такое чувство, как будто... Немножко по разрешению не дотягивает. До реалии игры. Смазанная как будто. И, кстати, дверка тоже светится в темноте. Вот так вот. Ну... Неплохая дверь. В принципе, в стилистике всей коллекции она выполнена. И добавляется еще вот такая вот деревяненькая дверка. Вот она вот так выглядит. Ну, тоже неплохая дверь. В принципе, хотя ничего такого сверхъестественного я в ней не вижу. Пойдет. Для начала развития. Для первой двери это нормально. В общем, также добавляют нам в серию... Dragon. Image Dragon или как она там называется. Dragon Rage. Dragon Rage добавляет нам бандану. Продолжает... добавлять всякие предметы из этих скинов. Но осталось их не так много на самом деле. Буквально парочка предметов. Если автор не продолжит дальше рисовать, допустим, то же самое оружие в эту серию добавлять, то, скорее всего, вся серия полностью будет уже добавлена. И все, из нее уже добавлять нечего будет. Будет какое-то там что-то новое. Будет какие-то новые скины рассматривать. Ну, как я и говорил ранее, серия крутая. Мне она очень нравится. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Но со вкусом, в общем, со стилем она выполнена. Ну, и добавляют нам в нашу серию под названием Low Poly Metal. Low Poly. Хотя особо я ее не понял. Приколы этой серии добавляют маску из МВК и броню из МВК. Такое чувство, как будто... Когда смотришь на эту серию, такое чувство у тебя появляется, как будто полигоны какие-то не прогрузились. В общем, выглядит она вот так вот. Да, тоже добавляют в эту серию предметы. Практически каждую неделю что-то добавляется. Ну, в этой серии еще много предметов всяких разных. Я думаю, продолжат. Нам Face Punch добавляют что-то из этой серии в игру. Пока вот лично для меня, моим, скажем так, фаворитом является серия вот эта Dragon Rage. Хотя на самом деле и много других крутых серий, собственно, в игре существует. Что ж, не забывай о моем сервере, на котором ты сможешь поиграть и повыживать. Быстрый сервер, увеличенные рейты, увеличенные стаки, карьеры. До X10 добывают. Все добывается до X10. Ускорена работа переработчика, мгновенно практически перерабатывает все. Ускорена плавка в печах. Вещи крафтятся мгновенно. Есть киты, есть телепорты. Оружие, инструменты и одежда не ломают. Нефтянки лутаются без карточек. Есть трейд-обмен между игроками. Также вы сможете воспользоваться всеми теми скинами, которые вы увидели в данном выпуске. Также есть ремофф построек и переработчики возвращены на RT. Плюс у каждого есть свой личный мини-коптер, который вызывается командой MyMini и отзывается командой NoMini. В общем, такая вот интересная неделя была. Кстати, кто зайдет на сервер поиграть, найдет этот домик, зарядит его, получит вот такое количество ресурсов для себя. Есть, конечно, достаточно вкусные ресурсы в виде МВК. Заходите, играйте, будет вам весело. Что ж, на этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Здесь с вами был Джейми. Не забудь поддержать данный канал лайком, подпиской и позвонить в колокольчик. Также приходи на стримы и все ссылки найдешь в описании. Удачи, пока и увидимся на следующей неделе. Пока, давай. Субтитры сделал DimaTorzok